Начни новую игру! Дело было так! Почему этот дедушка такой невеселый? Он что-то потерял. Оно не запечатано. Нужно его вернуть. Дедушка! Дедушка! Де... Куда он подевался? Чудик, а ты как думаешь, читать чужие письма нельзя, да? Да, конечно, я и не собираюсь. Мы не будем читать его целиком. Я только одним глазком взгляну. Дорогая и всемирно уважаемая тетушка Кикимора, Да скроется за тучами солнца над твоим болотом. Мне срочно нужна твоя помощь. Ночью со мной случилось странное происшествие. Я уже лег спать, когда на улице кто-то начал громко ругаться. Сонный и рассерживый, я кинул в котел нужные ингредиенты и пробормотал успокаивающее заклинание. Все затихло, и я закрыл свои утомленные глаза. Проснувшись, я собирался произнести жирли-мырлиус, чтобы магическая щетка почистила мне зубы. Но не тут-то было. Язык мой мне не повиновался. Я полностью потерял дар речи тетушка. Интересно, что волшебство подействовало не только на меня, но и на моих соседей. Несчастные жители деревни теперь не выговаривают первые буквы многих слов. Приезжай поскорее, тетушка, и помоги мне. Только будь осторожен. Подозреваю, что кто-то преследует меня. Кто он и что ему нужно? Впрочем, это загадка, над которой я сам поломаю голову. Жду тебя, не дождусь. Пушистой тебе плесени на дорожке. Иванец. Постскриптум. Чуть не запамятовал. Чтобы расколдовать меня, нужно собрать все 33 буквы в волшебный свиток и сварить их в моем котле вместе с обычными добавками. Не забудь о волшебной палочке. Нужное захлинание найдешь в большой книге. И помни, дорогая тетушка, что через 4 дня снять чары будет уже невозможно. Так что поторопись. Ого! Бедный волшебник! Мы должны ему помочь, правда, Чудик? Классно, Чудик! Это же самое настоящее приключение! Это тот самый свиток, про который упоминается в письме! Не собираюсь это брать! Здравствуйте! Меня зовут Федя. Здравствуй, Федя! Я Юль Владимировна. Вы тоже в Муркино едете? Нет, в Жучкино. Это соседнее село. А ты куда? Я еду в Муркино к бабушке Марфи Васильевне. К Марфи Васильевне? Так мы ж с ней с пеленок знакомы. Мы с ней розы очень любим. Скажите, а что это у вас за валенки такие интересные? Валенки у меня памятные. Мне их мой муженек подарил. Они мне о нем напоминают. Я теперь одна осталась. Тяжести в одиночку таскаю. Никто ей помочь не догадается. Уф, какой тяжелый! Нет, Федя, это не мой чемодан. У меня был красивый, с разноцветными наклейками. Смотри, наверное, чемодан намок и вся краска стерлась. Давай раскрасим наклейки на чемодане. Оранжевый. Лучше покрасить ее в другой цвет. Зеленый. Правильно. Синий. Правильно. Красный. Получилось! Фиолетовый. Здорово! Желтый. Получилось! Голубой. Угу. Оранжевый. Правильно. Какой красивый чемодан! Вот это ваш чемодан? Точно мой. Спасибо тебе, Федя. Вот есть у меня для тебя подарочек. Только смотри, вымой его сначала. Здорово! У нас есть первая буква. Огуречек. О! Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Кто? Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек. Знаменитый специалист, склерозолог Ивани Златоустис, прививший себе в исследовательских целях опаснейший вирус забывчивости, пострадал от несчастного случая. По нашим сведениям, он невнимательно составил зелье, и прочитанное успокаивающее заклинание подействовало на него самого. Теперь гениальный маг потерял дар речи. Неужели мы никогда больше не услышим его вдохновенных рассказов о том, как устроена память у брюхоногих моллюсков, что помнят души, сошедшие в Аид, и рассуждений на другие актуальные темы? Она занята другим. Юлия Владимировна, у вас в чемодане кто-то чирикает. Нет там никого. Точно кто-то чирикает, я же слышу. Можно мне взглянуть хоть одним глазком? Ладно уж, так и быть. Открой его сам, пожалуйста, а то мне наклоняться тяжело. Разрешить-то разрешила, да открыть замок забыла. Разгадать загадку сложно, но для Феди все возможно. Чемодан откроем старый, отыскав картинок пары. Продолжение следует... 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 Получилось! Я молодчина! Это Чижик. Вот, везу его на базар. Отдайте его мне, Юлия Владимировна, пожалуйста. Нет, ты уж извини, но он денег стоит. Они мне сейчас ой как нужны. А он дорого стоит, бабушка. Так кто ж за него много-то заплатит? Ну, на хлеб хватит, а я и довольная. Юлия Владимировна, возьмите мой пирожок. Он вкусный, его мама испекла. Ой, спасибо. Ты Чижика взять хотел? Да, Федя? Держи, забирай вместе с клеткой. Только лучше отпусти его, пожалуйста. Вольные пташки в клетке долго не живут. По небу тоскуют. Кстати, вот и твоя остановка, Федя. До свидания, Юлия Владимировна. Субтитры сделал DimaTorzok Чудик, нам надо разбудить солдата. Солдатик, просыпайся! Доброе утро! Спит, как сурок. Чудик, может, ты что-нибудь придумаешь? Нет, не просыпается. Что же делать? Чижик, пыжик, где ты был? Я на речке хвостик мыл. Вымыл, вымыл, да упал. Снова хвостик замарал. Бесполезно. Бесполезно. Если куры будут лаять, А коровы вдруг жужжать, Это маму напугает. Паники не избежать. Правильно. Правильно. Получилось! Здорово. Правильно! Здорово! Вот так! Правильно! Так и есть! Ура! Правильно! Вот так! Так и есть! Здорово! Наконец-то я расставил все по местам! Чудик, нам надо разбудить солдата! Солдатик, просыпайся! Доброе утро! Спит, как сурок! Чудик, может, ты что-нибудь придумаешь? Нет, не просыпается! Что же делать? Да! Ну что это за Соня? Ура! Солдат зашевелился! Он, наверное, ждал паровоза, вот и не просыпался от других звуков! Где этот паровоз? Я же его ясно слышал! Вам, наверное, показалось? Показалось, говоришь? Обидно! А ты сам откуда? Я тебя что-то раньше тут не видел! Я Федя! Из города приехал к бабушке! А вас как зовут? Я Антон! Ну, привет, Федя! Представляешь, я тут в такую историю попал! Вышел на станции перекусить, а поезд мой уехал! Теперь вот сижу, жду следующего! Я уже тут снова проголодаться успел! Когда же ушел твой поезд? С полчаса назад! И ты уже хочешь есть? Настоящий мужчина всегда голоден! Эх, ладно! Отдохну-ка еще немного! Скоро мы соберем весь алфавит! А ты, баты! А! А ты, баты, шли солдаты! А ты, баты, на базар! А ты, баты, что купили? А ты, баты, самовар! А ты, баты, шли солдаты! А ты, баты, шли солдаты! А ты, баты, шли солдаты! Если куры будут лаять, а коровы вдруг жужжать, это маму напугает! Пальники не избежать! Антон! А, Антон! Тебе теплая шапка очень нужна? Я думал, летом их не носит никто! Конечно! Как же без нее? В шапке можно и воду носить, и вещи хранить! Она и от солнца защитит, и от холода! Нет, без головного убора солдату не прожить! А если я принесу тебе еды, ты мне подаришь шапку? Ну, если так! Только не овощей! Я не козел, капустой не питаюсь! Антон не любит овощи! Думаю, во дворе у бабушки найдется что-нибудь вкусненькое! Лучше не надо! Лучше не надо! Это поможет мне понять, кто написал стихи на заборе! Подпись есть! Да вот проблема! Что за странная эмблема? Чтоб никто не прочитал, автор все зашифровал! Чтобы все теперь понять, надо буквы отыскать! Уф! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот кто это сделал! Но мы до тебя еще доберемся! ДимаTorzok Скоро нам хватит букв, чтобы расколдовать деревню! Съел медведя, твёрдый знак! Федя-редя, съел медведя, Съел бы гуся, да боюся! Там кто-то ужасный! Смотри, Чудик, какой красивый пёс! Сам ты пёс! Я овчарка! Ой, он говорящий! Говорящий? Кто-нибудь против? Нет, что ты! Совсем наоборот! Так интересно встретиться с говорящей собакой! Ты сам научился разговаривать? Даже не знаю, как вам сказать! Два дня назад я проснулся от странного щекотания в правой лапе! Я хотел залаять, но вдруг понял, что говорю человеческим языком! Два дня назад? Это произошло, когда волшебник прочитал заклинание? Привет! Привет! Меня зовут Федя! А меня Аня! Аня, это девчоночье имя! Нет, Аня! Ван! А, понял! Ты Ваня! Это волшебник инноват, что мы Ервыуку не уговариваем! Ты знаешь про волшебника? Он и вёт за остом, а ост ломался! Я нашёл его письмо! Помоги мне собрать буквы, и мы расколдуем деревню! Все станут говорить нормально! Ня! Почему? А так мне в колу одеть не надо! И жу на авочке! Ослабляюсь! А идём лучше елевизор смотреть! Ну ты и летяй! Эй! А обзывайся ещё у меня! Надо ещё подумать! Нет, я просто так туда не сунусь! Привет, Рекс! Ты знаешь что-нибудь про волшебника, который живёт в лесу? Это очень добрый человек! С ним что-то случилось? Я готов спасать его! Вау! Что ты про него знаешь? Ему угрожает опасность! Последнее время в нашей деревне неспокойно! Что происходит? Например, позавчера, когда я ещё не умел говорить, у меня стащили косточку! Да так ловко, что я даже не заметил! Хе-хе-хе! Я серьёзно! Нечто злое пришло в нашу деревню! Вау! Если что, я всегда готов вам помочь, ребята! Спасибо, Рекс! Жаль, что ты сидишь на цепи! Ну, нам пора! Приходите ещё! Мы к тебе обязательно вернёмся! Интересно, зачем кому-то понадобилась обглоданная кость? Спасибо! Они такие быстрые! Никак не могу поймать! Они такие быстрые! Никак не могу поймать! Лучше не надо! Надо ещё подумать! Всё бестолку! Еденька приехал! Еденька! Еди сюда! Абушка тебя целует! Бабуля, здравствуй! Я немного попозже приду! Мне тут кое-что сделать надо! Уши чудишь? Не, бабуля! Я дома наелся от пуза! Ну, тогда уляй! Небось, вороде оковы не видишь! Тут и Равка елёненькая, и виточки! А я пока стираю, реберусь, да ушить приготовлю! Только как озову, чтоб сразу Ома оявился! Хорошо, бабуль! Мне это не понадобится! Утки что-то нашли! Так просто они не уйдут! Ещё одна очень нужная вещь! Интересно только, зачем она? Она занята другим! В рюкзаке и так много всякой чепухи! Она занята другим! Это чей-то портрет? Ну, он разорван, а клочки перепутаны! Да, с картинкой всё не так! А ведь это не пустяк! Где глаза? Где нос? Где рот? Тут и мама не поймёт! КОНЕЦ 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 Она занята другим! Уток нужно чем-нибудь прогнать! Она не из тех, кому это может понадобиться! Чтобы прогнать уток, нужно сделать метлу из палки и прутьев! Чудик хватает, пригодится Не собираюсь это брать Она занята другим Чтобы прогнать уток, нужно сделать метлу из палки и прутьев Привет, меня зовут Федя, а тебя? А почему ты плачешь? А ты бы не плакал, если бы тебя звали Этерфейтер По-моему, красивое имя Ты просто еще маленький и не понимаешь Сколько тебе лет? Мне мало Мне только исполнится 3 382 года Я гном И сегодня моя очередь везти на прогулку подземную корову И мне очень нужно на тот берег А мост кто-то сломал Если ты мне поможешь, я отдам тебе эту букву Ты же, кажется, их собер... Да А где ты ее нашел? Тут на дороге валялось Почини мост, пожалуйста А почему ты сам его не починил? Моя особа слишком ценна Не могу же я, Этерфейтер, заниматься сборкой старого моста Я предназначен для великих дел Придется мне починить мост Иначе я не попаду на тот берег реки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь по мосту снова можно ходить Ну что, я закончил Мост прочно, не бойся А ты проверял его? Конечно проверял А он выдержит нас с коровой? Он выдержит даже слона Да не бойся, трусишка Я не трусишка Я просто осторожный Ну, счастливо тебе Был рад познакомиться с таким чудесным парнем, как ты Подожди-ка, а буква? Какая буква? Ради которой я собирал мост Ах, та буква Держи, конечно Я просто позабыл Ну, спасибо тебе большое Надеюсь, мы еще увидимся Удачи тебе И тебе тоже Я верю, ты сможешь собрать все буквы и победить Аббаркадабра Кого? Подожди! Мы обнаружили следующую букву Ир, футер, у Ир, футер через мост Вел коровушку за хвост Когда ехал до столицы, поменял на рукавицы.